всем привет добро пожаловать ко мне на канал мне зовут оля и смотрите у меня есть об видали как тебе такое илон маск надо ее установить как-нибудь по-другому по-новому вот получше наверное я ее первый раз прикрепила попробуем посмотрим как будет а еще смотрите хопа вот так вот еще она может вот короче ой не могу я иногда просто хочется выйти с вами поболтать то сил нету то интернета нету то фиг 2 загрузишь ролики короче я ненадолго вас займу значит пришла я поболтать о том это моя это свет мой зеркальце скажи да все правду доложи быстренько накрасилась а получилось как будто я это трудилась над этим очень очень долго вот в общем я только что пришла от своего адвоката тире соцработника моя дорогая любимая женщина испанка одессы одна из немногих которые в состоянии со мной нормально разговаривать спокойно все объяснять слушать и помнит помнит информацию вы представляете мы с ней общаемся уже на 4 года вот она все помнит все помнит нашу подноготную всю нашу семейную ситуацию в каждый раз спрашивает что и как все эти детали помнит я вообще в шоке потому что таких испанцев здесь очень мало вот и я пришла от нее мы полтора часа сидели общались по поводу всех моих документов по поводу всего в общем подтвердила она что мы полностью зависимы всем чем только можно от маминого мужа можно было бы конечно что-то как-то с этим начать делать но двигаться ни в какую сторону мы не в состоянии мы тоже как бы парализованы в условном этом значении потому что до финансово до экономически да там живем раздельно уже сейчас на данный момент потому что все начиналось так хорошо и у них все было хорошо и знакомились они по-настоящему планы были вместе он там ей по ушам ездил своими обещаниями как он это как у него жизнь улучшилась при ней как все замечательно стало и жить то он всегда в этом городе мечтал и переехать туда и все было классно пока в общем не перевезли сюда меня из америки и не начали меня оформлять по в плане здоровья он начал манипулировать этим и вылилось все в то что в итоге они сейчас живут раздельно они продолжают быть женаты вот у нас с его родной дружеские отношения короче ладно не буду сейчас даваться подробности потому что сложная ситуация в общем мы зависимы от него и он это знает и он типа якобы он помогает нам якобы в итоге мы все сами жил он у нас все он делал у нас нам бы от него отвязаться развязаться и жить самостоятельно уже но нам постоянно все говорят да нет проблем разводитесь и все но каждый раз адвокаты там или кто нам это советует они все время забывают мою ситуацию с медикаментами с врачами с нетрудоспособностью в итоге у меня все прицеплено все мои медицина все все лечение вообще все мое нахождение здесь прикреплено к нему и вот эта ситуация она очень плохая потому что мы не можем не заявить что мы независимые мы зависимы от него то есть рыпаться куда-то я вообще не представляю блин то что произошло в моей жизни это какой-то трэш то что произошло со здоровьем я зависима везде от всех от всех ситуаций от всех документов от всех людей от от города в котором я живу от врача которому я прикреплено от валенсийской области в которой я живу которая мне разрешила мои медикаменты получать то есть вы не приедете в испанию не купите эти медикаменты в аптеке просто пойдя туда и заявив вам их должны одобрить они стоят как и за крыло боинга и я полностью зависим от это такая тяжелая ситуация психологическая вы даже не представляете ходить всем постоянно рассказывать об этом постоянно это все через себя пропускать вспоминать очень хочется забыть то что при то что произошло манипуляции эти этим человеком то что это такой ужас я не знаю мне мне сложно я знаю моей маме сложно она играет передо мной якобы она все нормально она меня поддерживает я представляю насколько ей тяжело постоянно это все постоянно это усталость постоянно это состояние я короче у меня столько документов у меня столько бумажек что когда я их отдала сегодня моей моему соцработнику она адвокат медицинский получается она по этим делам она мне сказала говорит я больше не горит не могу сейчас я давай оставлю их и завтра в субботу испанка приедет на работу и будет работать и будет их читать перебирать потому что горит у меня уже очередь людей кто ждет уже дальше следующей встречи я могу конечно на канале приходить там периодически смеяться с вами там что-то рассказывать и играть якобы ничего не происходит но это вообще конечно очень тяжело и люди постоянно пишут всякие гадости меня это очень сильно выбивает я просто хочу на хрен всех заблокировать тех кто пишет мне какую-то ахинею я человек очень чувствительный я из-под палки руководствуясь кнутом я не могу работать я могу работать только руководствуясь пряником идя идя за этой морковкой и как бы себя постоянно ломать и типа прикидываться что ничего не происходит и меня это не трогает это очень тяжело вот то что сейчас произошло вообще из монетизации в принципе совсем какую тему не тронь все начинают мне там паучалки советовать что мне по поводу россии как мне думать где родился там изгодился блин слушайте товарищи ну блин руководствуясь этой фразой тогда дарвину нет не на чем было бы работать мы остались обезьянами но серьезно но не работает это так человек всегда обязан двигаться дальше эволюционировать находить место для себя лучше для своего потомства для своих детей а постоянно говорить где родился там сгодился это просто аффирмации мне кажется для тех кто не хочет ничего делать и даже рыпаться не хочет то есть людям которые почему вы это не скажете людям которые в москву поехали переехали а почему почему вас не смущает то что из деревни люди например перебираются в большой города из большого города например какого-то там я не знаю провинциального перебираются в столицу почему вас это не смущает почему вас смущает именно человек переехавший за границу я ничего не понимаю короче здесь столько инстанций здесь такая нереальная конечно это бюрократия это такой уровень бюрократии соответственно который порождает огромный уровень коррупции в испании в том числе чем больше бюрократии тем больше вот этих этапов вот этой вот структуры этой лестнице тем больше на каждом этапе сидят люди которые могут тебе посоветовать как тебе сразу пробраться на ту верхушку куда тебе надо как добиться сразу получения каких-то там то чего в общем ты хочешь куда ты хочешь попасть ну только сунь здесь сунь там там угости здесь угости там пойди и что-то это и вот это вот было было порождает получается в обществе состояние что надо знать связи надо туда надо сюда и в итоге просто своим искренним вот этим походами рассказами ничего не добьешься тебя постоянно футболит тебя все время говоришь врачу например одно он пишет меньше чем ты сказал а в итоге те которым ты потом предоставляешь эти документы они считают но это вообще ни о чем здесь а в итоге а все нивелируется все что ты говорил все как ты себя чувствуешь все что ты пережил все это ни о чем как будто и в итоге вот такая гора документов которую в итоге и завтра вот надо будет перебрать моему адвокату которая должна в этом во всем поковыряться разобраться составить вот эту жалобу которую мы будем подавать выходили значит и мимо нас проходили две женщины русскоговорящие которые по всей видимости тоже оформляют какие-то документы и сипы вот эти вот медицинские карточки тоже какой-то слышу говорят о том что куда-то надо пойти еще вот туда съездить еще вот здесь попробовать и в итоге ты только и делаешь что ты всю жизнь здесь тратишь на то чтобы везде тыкаться в каждый офис я не знаю не такое количество располагали этих офисов сплошные какие-то канцелярия офисе на экстранхерия и банистерия этого огромное количество оно все разное оно все такое вот из-за того что государство вроде социальные как будто бы она для людей но в итоге чтобы что-то понять добиться и куда-то попасть в нужную струнью где тебя услышат я не знаю наверное пол жизни надо провести а при том как я себя чувствую при том что начинает шпарить жара и солнце светит и по городу мотаться просто невозможно невозможно от одного офиса в другой плюс еще такая структура что ты не знаешь во сколько ты освободишься то есть ты записан например на 10 и ты не знаешь ты к 11 освободишься ли ты освободишься в 12 как тебе потом на следующее место во сколько записываться чтобы успеть потом еще куда ты у тебя в итоге одно дело в день потому что после обеда они в основном все закрыты учитывайте это тоже это испания это блин средиземноморская страна где никуда не попасть и все не успел например позвонить сделать звонок есть вот в альтамент и звонили это мэрия где его тоже через него туда 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 записаться нужно и вот это везде звонишь например в 11 а уже все тебе говорят а именно этот департамент он работает с 9 до 10 вот этот вот звонок можно осуществить сделать эту вот получить запись навстречу с 9 до 10 маньяна блин ждите завтра и вот это вот маньяна маньяна проходит месяца недели часы дни года и сегодня мы с ней разбирали документы и она смотрит мои записи и значит о это на нужно старое это уже там восемнадцатого года это девятнадцатого этого двадцатого я на нее смотрю я говорю у меня запись раз в полгода у меня не может быть говорю документов огромное количество там за 2022 или 21 год потому что у нас то были мы все закрыты на карантин то еще что-то постоянно все закрыто никто никуда нигде не пускает очереди везде офигенные чтобы попасть и собрать вот эту кипу документов так еще она им это документы не подходит а потому что они уже два три года прошло и горит так я и начала уже три года оформляю себе здесь нетрудоспособность дископоседат здесь называется у меня не может быть говорю всех свежих врачей потому что я к ним хожу раз в четыре там в шесть месяцев вы вы можете себе представить это 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 очень сильного выматывает при том что у меня было вот что у меня было я сейчас расскажу быстренько запишу во втором видео наверное просто для поддержки людей которые меня на меня подписаны по теме здоровья по теме не нервной системы неврологии рассеянного склероза я надеюсь таких людей мало я никому этого не желаю вот я знаю что очень много таких людей с гипотириозом у меня на канале уж так вышло что видео почему-то именно это выстрелило хотя я много чего другого снимаю вот поэтому да сейчас не буду затягивать иду на втором видео тогда вам все расскажу пришла с вами поделиться болью это атас атас и в итоге у людей у которых меньше проблем со здоровьем намного больше сил намного лучше себя они чувствуют у них есть к примеру вот эти проценты для получения хоть какой-то минимальных бенефитов какой-то минимальной помощи льгот а у людей у которых проблемы со здоровьем у которых нет сил чтобы мотаться например по всем этим инстанциям они сидят дома и что я не знаю опять ждет дождать блин осени когда похолодает при том что я работаю через интернет меня постоянно все гонят на работу мне нравится особенно когда я рассказываю про инвалидность блин мне огонь на работу я рассказываю о том что я себя плохо чувствую я еле ноги таскаю у меня давление низкая я тут в лёжку она сегодня тоже подтвердила кстати она горит тоже жара лето начинается все горит я никакая но горит я включая кондиционер и сразу все нас намного лучше блин да как бы проблема в финансах а так вообще нет проблем вот пожалуйста я себя тоже намного лучше чувствую где-нибудь в торговом офисе в торговом центре если бы нам помогал тот кто ну короче ладно не буду я это мы ему помогали а он нам нет сложные отношения очень европа да и америка в принципе да это не для слабонервных вообще в принципе иммиграция это очень 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 тяжело и не для каждого так что подумайте 10 раз пока пока а